Всем привет! Продолжаем знакомиться с книгой «Совершенный код» Стива Маконова. Ну и сегодня, надеюсь, закончим эту книгу. Начинаем главу 34, и, как я говорил, надеюсь, я ее дочитаю. Итак, глава называется «Основы мастерства». Ну что ж, приступим. Боритесь со сложностью. Стремление к снижению сложности играет важную роль в программировании. Конечину соблазнительно попытаться сыграть героя и сражаться с компьютерными проблемами на всех уровнях. Однако никто не обладает умом, способным охватить 9 порядков разницы в подробности. В компьютерных науках разработаны многие интеллектуальные инструменты борьбы с такой сложностью, которые мы уже затрагивали в других главах. Это Разделите систему на подсистемы на уровне архитектуры, чтобы концентрироваться в каждый конкретный момент времени на меньшей части системы. Тщательно определяйте интерфейсы классов, чтобы можно было игнорировать внутренние устройства классов. Поддерживайте абстракцию, формируемую интерфейсом класса, чтобы не запоминать ненужных деталей. Избегайте глобальных данных, потому что их использование значительно увеличивает процент кода, который нужно удерживать в уме в любой момент времени. Избегайте глубоких иерархий наследования, потому что они предъявляют высокие требования к интеллекту. Избегайте глубокой вложенности циклов и условных операторов, поскольку их можно заменить на более простые управляющие структуры, позволяющие бережнее расходовать умственные ресурсы. Избегайте операторов GoTo, так как они вносят в программу нелинейность, за которой большинству людей трудно следовать. Тщательно определите подход к обработке ошибок, вместо того, чтобы использовать произвольную комбинацию разных методик. Систематично используйте встроенный механизм исключений, поскольку он может стать нелинейной управляющей структурой, которую при недисциплинированном применении понять почти так же трудно, как и операторы GoTo. Не позволяйте классам превращаться в монстров, достигающих размера целых программ. Поддерживайте методы короткими. Используйте ясные очевидные имена переменных, чтобы не вспоминать детали вроде i – это индекс счета, j – это индекс клиента, или наоборот. 1. Минимизируйте число параметров, передаваемых в метод, или, что еще важнее, передавайте только те параметры, которые нужны для поддержания абстракции, формируемой интерфейсом метода. 2. Используйте соглашение, чтобы не запоминать произвольные несущественные различия между разными фрагментами кода. 3. Создавая для сложного теста булевую функцию и абстрагируя суть теста, вы упрощаете код, заменяя сложную цепь логических структур на обращение к таблице. Вы делаете то же самое. Создавая хорошо определенный согласованный интерфейс класса, вы избегаете тревоги насчет деталей реализации класса и в целом упрощаете свою работу. Суть соглашений кодирования также является преимущественно снижением сложности. Стандартизируя решения о форматировании, циклах, именах переменных, нотациях моделирования и т.д., вы освобождаете умственные ресурсы, которые пригодятся вам для концентрации на более сложных аспектах программирования. Одна из причин таких жарких споров по поводу соглашений кодирования состоит в том, что выбор того или иного варианта по сути произволен, хотя и имеет некоторую эстетическую основу. Наиболее страстно люди спорят о самых небольших различиях соглашений. Соглашения наиболее полезны, когда освобождают вас от принятия и защиты несущественных решений и менее ценны, если налагают ограничения в более важных областях. Особенно мощным средством управления сложностью является абстракция в разных проявлениях. Программирование развивается преимущественно за счет повышения абстрактности программных компонентов. Фред Брукс утверждает, что самым крупным достижением в компьютерных науках можно считать переход от машинного языка к высокоуровневым языкам. Он освободил программистов от забот об особенностях отдельных устройств и позволил сосредоточиться на самом программировании. Другим важным достижением стало изобретение методов, за которым последовали классы и пакеты. Функциональное именование переменных, отвечающее на вопрос «что?» уровня проблемы, а не «как?» уровня реализации, повышает уровень абстракции. Если вы говорите «я выталкиваю элемент из стека», получая данные о самом последнем сотруднике, абстракция может избавить вас от выполнения умственного этапа «я выталкиваю элемент из стека». Вы просто говорите «я получаю данные о самом последнем сотруднике». Эта выгода невелика, но если вы попытаетесь сократить диапазон сложности, простирающейся от 1 до 10 в 9 степени, важен каждый шаг к цели. Использование именованных констант вместо литералов также повышает уровень абстракции. Объектно-ориентированное программирование обеспечивает уровень абстракции, относящийся одновременно и к алгоритмам, и к данным, которые функциональная декомпозиция сама по себе обеспечить не может. Главная цель проектирования и конструирования ПО – упрощение сложности. Снижение сложности лежит в основе многих методик программирования, и, наверное, его можно считать самым важным условием эффективного программирования. 2. Анализируйте процесс разработки В небольшом проекте качество программы сильнее всего зависит от таланта конкретного программиста, а успешность программиста частично определяется используемыми им процессами. В проектах, реализуемых с участием более одного программиста, более важную роль играют организационные характеристики, а не индивидуальные навыки. Даже если у вас отличная группа, ее коллективная способность не эквивалентна сумме способностей отдельных членов. Именно способ совместной работы определяет, суммируются способности отдельных программистов, или одна вычитается из другой. 2. Используемый группой процесс – это то, от чего зависит, будет ли работа конкретного программиста повышать или понижать эффективность работы остальных членов группы. Примером важности процесса разработки может служить обеспечение стабильности требований до начала проектирования и кодирования. Если вы не знаете, что создаете, вы не можете это хорошо спроектировать. Если требования, а позднее проект, изменяются во время разработки, код тоже придется изменить, что может ухудшить качество системы. Конечно, скажете вы, но в реальном мире требования никогда не бывают по-настоящему стабильными, поэтому данный пример неуместен. Опять-таки, используемый вами процесс определяет, насколько стабильны ваши требования и насколько стабильными они должны быть. Если вы хотите сделать требования более гибкими, вы можете использовать инкрементную разработку, планируя поставить ПО заказчику несколькими частями, а не все сразу. Именно внимание к процессу и используемый вами процесс в конечном счете определяет успех или неудачу проекта. Тот же принцип осознанного внимания к процессу справедлив и для проектирования. Перед началом стройки нужно создать надежный фундамент. Если вы начнете писать код, не завершив создание фундамента, изменить архитектуру системы будет труднее. Программисты будут дорожить уже написанным кодом. Трудно избавиться от плохого фундамента, если вы начали возводить на нем здание. Процесс разработки важен в первую очередь, потому что качество должно встраиваться в ПО с самого начала. Это противоречит давней мудрости, согласно которой вы можете написать сколь угодно плохой код и устранить все ошибки на этапе тестирования. Это заблуждение. Тестирование может только указать на отдельные дефектные области программы. Оно не сделает вашу программу удобнее в использовании. Более быстрой, компактной, удобочитаемой или расширяемой. Преждевременная оптимизация Это еще один из ян процесса разработки. Эффективный процесс подразумевает, что вы выполняете грубую работу в начале и тонкую в конце. Если бы вы были скульптором, вы придавали бы композиции общую форму и только потом начинали бы работать над отдельными деталями. Преждевременно выполняя оптимизацию, вы тратите время на полирование фрагментов кода, которые полировать не нужно. Вы можете отполировать фрагменты, которые и так достаточно малы и быстры. Вы можете отполировать код, который позднее придется выбросить. И можете отказаться от выбрасывания плохого кода, потому что вы уже потратили время на его полировку. Всегда спрашивайте себя, делаю ли я это в правильном порядке. Что изменилось бы при изменении порядка? Используйте адекватный процесс разработки и делайте это адекватно, точнее осознанно. Низкоуровневые процессы тоже важны. Если вы пишете псевдокод, после чего создаете соответствующий ему реальный код, вы используете все преимущества нисходящего проектирования. Кроме того, так вы всегда будете иметь комментарии в коде, и потом вам не придется их писать. Чтобы проанализировать общие и частные процессы, нужно сделать паузу и обратить внимание на то, как вы создаете программное обеспечение. Это время тратится с пользой. Программисты, руководствующиеся принципом код, вот что важно, сосредотачиваться надо на качестве кода, а не на каком-то абстрактном процессе, поступают недальновидно, игнорируя горы экспериментальных и практических данных, свидетельствующих об обратном. Разработка ПО – это процесс творческий. Если вы не понимаете сути этого процесса, ваш главный инструмент – мозг, часто работает в холостую. Плохо организованный процесс заставляет тратить умственные ресурсы впустую. Хорошо организованный процесс позволяет извлечь из них максимальную выгоду. Пишите программы в первую очередь для людей, и лишь во вторую – для компьютеров. Еще один лейтмотив данной книги – это удобочитаемость кода. Общение с другими людьми – вот святой Грааль самодокументирующего кода. Компьютерам все равно, насколько удобочитаем ваш код. Он вообще лучше читает двоичные команды, а не операторы высокоуровневых языков. Удобочитаемый код нужно писать для того, чтобы он был понятен людям. Читабельность положительно влияет на такие аспекты программы, как «Понятность», «Легкость выполнения обзоров», «Уровень ошибок», «Удобство отладки», «Легкость изменения», «Время разработки», «Следствие всего вышеперечисленного», «Внешнее качество» – тоже «Следствие всего перечисленного». «Удобочитаемый код» писать ничуть не дольше, чем запутанный, по крайней мере в далекой перспективе. В работоспособности кода легче убедиться, если вы можете с легкостью прочесть то, что написали. И уже одного этого достаточно для работы над понятностью кода. Однако код читают и во время обзоров, и при исправлении ошибок, и при изменениях программы. Наконец, его читают, когда кто-то другой пытается использовать фрагмент вашего кода в похожей программе. Работу над читабельностью кода не следует считать необязательной частью процесса разработки. И достижение удобства во время написания за счет удобства во время чтения едва ли можно признать удачным решением. Лучше один раз написать хороший код, чем раз за разом читать плохой. Что, если я просто пишу код для себя? Почему я должен делать его удобочитаемым? Потому что через недели-две вы будете работать над другой программой, и подумаете, «Эй, я уже написал этот класс на прошлой неделе, я просто возьму мой старый протестированный отлаженный код и сэкономлю время». Если код неудобочитаем, желаю удачи, она вам пригодится. Оправдывать написание нечитаемого кода тем, что над проектом работаете только вы, опасно. Помните, как ваша мать говорила, что, если твое лицо застынет в этом выражении, а отец, ты играешь так, как тренируешься. Привычки влияют на вашу работу, и вы не можете изменить их, просто захотел этого. Поэтому убедитесь, что используемые вами подходы, став привычками, вас устроят. Профессиональные программисты пишут удобочитаемый код и точка. Поймите также, что утверждение, согласно которому код может принадлежать одному программисту, спорно. В связи с этим, Дуглас Коммер провел полезное различие между личными и общими программами. Личные программы используются только программистам. Никто другой их не использует. Никто другой их не изменяет. Никто даже не знает об их существовании. Такие программы обычно тривиальны и крайне редки. А вот общие программы используются или изменяются не только авторам, но и кем-то еще. Стандарты, которым должны соответствовать общие и личные программы, могут различаться. Личные программы могут быть плохо написаны и полны ограничений. И это не затронет никого, кроме автора. Общие программы нужно писать более внимательно. Их ограничения следует документировать, а сами программы следует делать надежными и модифицируемыми. Опасайтесь превращения личных программ в общее, что происходит довольно часто. Преобразовать личную программу в общую нужно до того, как она поступит в обращении. И один из аспектов этого преобразования – улучшение читабельности кода. Даже если вы думаете, что код будете читать только вы, в реальном мире высока вероятность того, что его придется изменять кому-то другому. Одно из исследований показало, что среднюю программу сопровождали 10 поколений программистов, пока она не была переписана. Программисты, отвечающие за сопровождение, тратят от 50 до 60% времени, пытаясь понять код. И они по достоинству оценят ваши усилия, потраченные на его документирование. В предыдущих главах были рассмотрены методики улучшения удобочитаемости кода. Это грамотный выбор имен классов, методов и переменных, тщательное форматирование, сокращение объема методов, сокрытие сложных логических тестов в булевых функциях, присваивание промежуточных результатов сложных вычислений переменным и т.д. Никакая одна методика не сделает запутанную программу читабельной. Однако сумма многих небольших улучшений будет существенной. Если вы считаете, что какой-то код не нужно делать удобочитаемым, потому что никто другой никогда не будет иметь дело с ним, проверьте, не путаете ли вы причину и следствие. Программируйте с использованием языка, а не на языке. Не ограничивайте свое мышление только теми концепциями, которые непосредственно поддерживаются языком. Самые лучшие программисты думают о том, что они хотят сделать, после чего определяют, как достичь этих целей при помощи инструментов программирования, имеющихся в их распоряжении. Разумно ли создавать метод член класса, не согласующийся с абстракцией класса? Только потому, что он удобнее метода, обеспечивающего более высокую согласованность. Код должен как можно надежнее защищать абстракцию, формируемую интерфейсом класса. Не нужно использовать глобальные данные или операторы GoTo только потому, что их поддерживает язык. Вы можете отказаться от опасных возможностей и применять вместо них соглашения программирования, компенсирующие слабости языка. Выбирать самые очевидные пути – это значит программировать на языке, а не с использованием языка. В программировании этот выбор эквивалентен вопросу. Если Фредди спрыгнет с моста, прыгнете ли вы за ним? Подумайте о своих целях и решите, как лучше всего достичь их, программируя с использованием языка. Ваш язык не поддерживает утверждение? Напишите собственный метод assert. Пусть он работает не совсем так, как встроенный assert. Но вы все же сможете задействовать большинство преимуществ этого подхода. Ваш язык не поддерживает перечисления или именованные константы? Прекрасно! Определите собственные перечисления и именованные константы путем дисциплинированного использования глобальных переменных, дополненного ясными конвенциями именования. В крайних случаях, особенно в новых технологических средах, инструменты бывают такими примитивными, что разработчикам приходится значительно изменять свой желательный подход к программированию. Иногда это заставляет уравновешивать желание программировать с использованием языка и несущественные сложности, возникающие из-за того, что особенности языка делают ваш подход слишком неуклюжим. Однако, попав в такие условия, вы сможете извлечь даже большую выгоду из соглашений программирования, помогающих избавиться от наиболее опасных возможностей среды. Как бы то ни было, обычно несоответствие между тем, что вы хотите сделать, и тем, что уже поддерживает инструменты, невелико и заставляет идти лишь на небольшие уступки. Концентрируйте внимание с помощью соглашений Набор соглашений – один из интеллектуальных инструментов управления сложностью. Многие аспекты программирования в чем-то произвольны. Какой длины отступ делать перед циклом? Как форматировать комментарии? Как упорядочивать методы класса? Большинство подобных вопросов не имеет одного правильного ответа. Конкретный ответ на такой вопрос менее важен, чем его согласованность. Соглашения избавляют программистов от необходимости снова и снова отвечать на те же вопросы и принимать все те же произвольные решения. В проектах, реализуемых многими программистами, соглашения предотвращают замешательства, возникающие, когда разные программисты принимают разные решения. Конвенция лаконично сообщает важную информацию. В случае соглашений именования, один символ может обеспечить различие между локальными переменными, глобальными и переменными класса. Регистр букв может указать на типы, именованные константы и переменные. Соглашения использования отступов могут охарактеризовать логическую структуру программы. Соглашения выравнивания указывают на связь операторов. Соглашения защищают от известных опасностей. Вы можете задать соглашения для исключения применения опасных методик, для ограничения их использования в ситуациях, когда эти методики действительно нужны, или для компенсации их известных недостатков. Так, вы можете исключить опасность, запретив применение глобальных переменных или объединение нескольких команд в одной строке. Вы можете компенсировать слабости опасных методиков, потребовав заключать сложные выражения в скобки, или устанавливать указатели в нул сразу после их освобождения, для предотвращения зависания указателей. Соглашения делают более предсказуемыми низкоуровневые задачи. Наличие соглашений обработки запроса памяти и обработки ошибок, или соглашения ввода-вывода и создания интерфейсов классов, добавляет в код выразительную структуру и делает его понятнее программистам, которые знают об этих соглашениях. Как я уже говорил, одно из главных преимуществ устранения глобальных данных состоит в исключении потенциальных взаимодействий между разными классами и подсистемами. Программист, читающий код, примерно представляет, чего можно ожидать от локальных данных и данных классов, но едва ли он может определить, что изменение глобальных данных портит какой-то бит в коде подсистемы, находящийся на обратной стороне программы. Глобальные данные вносят в код неопределенность. Хорошее соглашение позволяет вам и людям, читающим ваш код, больше принимать как данные. Число деталей, которые нужно охватить, уменьшается, а это, в свою очередь, облегчает понимание программы. Соглашения могут компенсировать недостатки языков. Если язык не поддерживает именованные константы, к таким языкам относятся Python, Perl, языки оболочек Unix и т.д. Конвенции позволяют провести различия между переменными, допускающими и чтение, и запись, и переменными, служащими для эмуляции констант, предназначенных только для чтения. В качестве других примеров компенсирование недостатков языка при помощи соглашений можно назвать соглашение дисциплинированного использования глобальных данных и указателей. В крупных проектах программисты иногда злоупотребляют конвенциями. Они создают так много стандартов и правил, что их запоминание само по себе становится полноценной работой. Но в небольших проектах программисты из-за плохого понимания достоинств разумных соглашений обычно впадают в другую крайность. Поймите подлинную ценность соглашений и извлекайте из них выгоду. Используйте их для структурирования тех областей, которые страдают от недостатка структуры. Программируйте в терминах проблемной области. Другим специфическим методом борьбы со сложностью является работа на максимально высоком уровне абстракции. Один способ достижения этой цели заключается в работе в терминах проблемы программирования, а не ее компьютерного решения. Высокоуровневый код не должен включать подробных сведений о файлах, стеках, очередях, массивах, символах и подобных объектах, имеющих имена вроде А, Й и К. Высокоуровневый код должен описывать решаемую проблему. Он должен быть наполнен описательными именами классов и вызовами методов, ясно характеризующими выполняемые действия, а не подробными сведениями о том, что файл открывается в режиме только для чтения. Высокоуровневый код не должен быть загроможден комментариями, гласящими, что здесь переменная i представляет индекс записи из файла о сотрудниках, а чуть позже она используется для индексации файла с счетов клиентов. Это неуклюжая методика программирования. На самом высоком уровне программы не нужно знать, что данные о сотрудниках представлены в виде записей или хранятся в файле. Информацию, относящуюся к этому уровню детальности, надо скрыть. На самом высоком уровне вы не должны иметь понятия о том, как хранятся данные. Вы не должны читать комментарии, объясняющие роль переменной i и то, что она используется с двойной целью. Вместо этого вы должны видеть две переменные с выразительными именами, такими как employee index и client index. Разделяйте программы на уровни абстракции. Очевидно, что на некотором уровне работать и в терминах реализации, но вы можете изолировать эти части программы от частей, разработанных в терминах проблемной области. Проектируя программу, обдумайте уровни абстракции. То есть программа может быть разделена на несколько уровней абстракции. Удачное проектирование позволяет программистам проводить значительную часть времени, сосредоточившись только на верхних уровнях, игнорируя более низкие уровни. И как вариант, я вам сейчас опишу пять уровней абстракции. То есть это выглядит пять блоков и самый нижний блок с индексом 0, который называется так «Возможности операционной системы и машинные команды». Блок выше, индекс 1. Структуры и средства языка программирования. Блок выше, индекс 2. Низкоуровневые структуры реализации. Блок выше, индекс 3. Это низкоуровневые элементы проблемной области. И самый верхний блок с индексом 4. Это высокоуровневые элементы проблемной области. Итак, начнем с самого первого уровня. Уровень 0. Возможности операционной системы и машинные команды. Если вы программируете на высокоуровневом языке, можете не беспокоиться о самом низком уровне. Язык позаботится об этом автоматически. Если же вы используете низкоуровневый язык, попробуйте создать ради своего удобства более высокие уровни. Хотя многие программисты этого не делают. Уровень 1. Структуры и средства языка программирования. Структуры языка программирования – это элементарные типы данных, управляющие структуры и так далее. Кроме того, большинство популярных языков снабжено дополнительными библиотеками, предоставляют доступ к вызовам операционной системы и так далее. Вы используете эти структуры и средства естественным образом, так как программировать без них невозможно. Многие программисты никогда не поднимаются выше этого уровня абстракции, чем значительно осложняет себе жизнь. Уровень 2. Низкоуровневые структуры реализации. Низкоуровневые структуры реализации относятся к чуть более высокому уровню, чем структуры, предоставляемые самим языком. В большинстве своем это операции и типы данных, которые вы изучали в ВУЗе. Стеки, очереди, связанные списки, деревья, индексированные файлы, последовательные файлы, алгоритмы сортировки, поиска и так далее. Если вы будете писать программу полностью на этом уровне, вам придется работать со слишком большим числом деталей, чтобы победить в битве со сложностью. Уровень 3. Низкоуровневые элементы проблемной области. На этом уровне вы имеете дело с примитивами, нужными для работы в терминах проблемной области. Это клей, скрепляющий ниже лежащие структуры компьютерных наук и высокоуровневый код проблемной области. Чтобы писать код на этом уровне, вы должны определить словарь проблемной области и создать строительные блоки, годные для решения поставленной задачи. Во многих приложениях этим уровнем является уровень бизнес-объектов или уровень сервисов. В качестве элементов словаря и строительных блоков данного уровня выступают классы. Возможно, эти классы слишком примитивны, чтобы их можно было задействовать для решения проблемы непосредственно на этом уровне. Однако, они формируют каркас, на основе которого можно решить проблему, используя классы более высокого уровня. И уровень 4 – это высокоуровневые элементы проблемной области. Этот уровень формирует абстракцию, позволяющую работать с проблемой в ее собственных терминах. Код, написанный на этом уровне, должен быть частично понятен даже людям, далеким от программирования. Возможно, и вашим заказчикам. Он будет слабо зависеть от специфических аспектов языка программирования, потому что вы будете использовать для работы над проблемой собственный набор средств. Так что на этом уровне ваш код больше зависит от средств, созданных вами на уровне 3, чем от возможности языка. Детали реализации уже должны быть скрыты на два уровня ниже – на уровне структур компьютерных наук, чтобы изменения оборудования или операционной системы совсем не влияли на этот уровень. Вы разите в программе на этом уровне пользовательское представление о мире, потому что когда программа изменяется, она изменяется в терминах пользователя. Изменения проблемной области будут сильно влиять на этот уровень, но вы сможете легко адаптировать к ним программу, создавая новую версию на основе строительных блоков предыдущего уровня. Многие программисты находят полезным дополнение этих концептуальных уровней другими – перпендикулярными уровнями. Например, типичная трехуровневая архитектура пересекает описанные выше уровни, предоставляя дополнительные средства интеллектуального управления аспектами, проектирования и кодом. Низкоуровневые методики работы проблемной области Даже не выработав полного архитектурного подхода к словарю проблемной области, вы можете использовать многие методики этой книги для работы в терминах реального мира, а не ее компьютерного решения. Используйте классы для реализации структур, значимых проблемной области. Скрывайте информацию о низкоуровневых типах данных и деталях их реализации. Используйте именованные константы для документирования смысла строк и численных литералов. Присваивайте промежуточным переменным промежуточные результаты вычислений с целью документирования этих результатов. Используйте булевые функции для пояснения сложных булевых тестов. Опасайтесь падающих камней. Программирование не является ни полностью искусством, ни полностью наукой. В своей обычной форме оно представляет собой мастерство, занимающее промежуточное место между искусством и наукой. В лучшем случае это инженерная дисциплина, основанная на синергической интеграции наукой. И искусство. Чем бы программирование ни было, искусством, ремеслом или инженерной дисциплиной, создание работающей программы требует изрядной доли рассудительности. А для этого нужно обращать внимание на широкий диапазон предупреждающих знаков, тонких намеков на проблемы в вашей программе. Предупреждающие знаки в программировании указывают на возможные проблемы, но обычно они не настолько очевидны, как дорожный знак, предупреждающий о камнепадах. Слова, это по-настоящему хитрый код, обычно предупреждают о том, что код плох. Хитрый код – это другое название плохого кода. Если код кажется вам хитроумным, подумайте, не переписать ли его, чтобы он таким не был. Класс, число ошибок, в котором превышает средний уровень, тоже предупреждающий знак. Несколько классов, подверженных ошибкам, обычно оказываются самой дорогой частью программы. Если число ошибок в каком-то классе превышает средний уровень, такая ситуация, вероятно, сохранится и в будущем. Подумайте о том, чтобы переписать его. Если бы программирование было наукой, с каждым предупреждающим знаком был бы связан конкретный, хорошо определенный способ исправления проблемы. Но так как программирование еще и мастерство, предупреждающие знаки просто указывают на проблемы, которые вы должны рассмотреть. Переписывать хитроумный код или улучшать класс, подверженный ошибкам, нужно не всегда. Как аномальное число дефектов в классе предупреждает о низком качестве класса, так и аномальное число дефектов в программе свидетельствует о неэффективности процесса разработки. Хороший процесс не привел бы к получению дефектного кода. Он включил бы проверку архитектуры, за которой следовали бы обзоры архитектуры, проектирование с обзорами проекта и кодирование с обзорами кода. Ко времени тестирования кода большинство ошибок было бы устранено. Для достижения высочайшей производительности труда нужно работать не просто усердно, но и разумно. Большой объем отладки предупреждает о том, что программисты не работают разумно. Написать большой фрагмент кода за день и потратить две недели на его отладку – это и есть неразумная работа. Метрики программирования также могут быть предупреждающими знаками. Большинство таких метрик – это эвристические правила, характеризующие качество проектирования. Если класс содержит более 7 членов, это не всегда означает, что он плохо спроектирован, но предупреждает о том, что класс сложен. Более 10 точек принятия решения в методе, более 3 уровней логической вложенности, необычно большое число переменных, высокая степень сопряжения одного класса с другим или низкий уровень внутреннего сопряжения класса или метода – все это предупреждающие знаки. Они не всегда означают, что класс спроектирован плохо, но наличие любого из них должно заставить вас взглянуть на класс скептически. Любой предупреждающий знак должен заставить вас сомневаться в качестве программы. Как говорит Чарльз Саундер Спирс, «Сомнение – это неловкое и неприятное состояние, от которого мы стараемся освободиться, перейдя в состояние убежденности». Рассматривайте предупреждающие знаки как причины сомнения, побуждающие искать более приятное состояние убежденности. Если вы ловите себя на том, что работаете над повторяющимся кодом или вносите похожие изменения в несколько фрагментов, вам следует почувствовать себя неловко и неприятно, усомнившись в том, что управление будет адекватно централизировано в классах или методах. Если из-за проблем с отдельным классом вы не можете с легкостью создать новые, точнее создать тестовые леса, вы должны почувствовать сомнение и спросить себя, не слишком ли класс сопряжен с другими классами. Если вы не можете повторно использовать код в других программах, потому что некоторые классы слишком взаимозависимы, это также предупреждает о чересчур слишком сильном сопряжении класса. Погрузившись в детали программы, обращайте внимание на предупреждающие знаки, указывающие на то, что часть проекта программы недостаточно хорошо определена для кодирования. Трудности при написании комментариев, именовании переменных и декомпозиции проблемы на связанные классы с ясными интерфейсами, все это говорит о том, что нужно более тщательно выполнить проектирование перед началом кодирования. Невыразительные имена и сложности при описании фрагментов кода лаконичными комментариями – это другие признаки проблем. Если вы хорошо представляете проект программы, реализовать низкоуровневые детали будет легко. Обращайте внимание на признаки того, что программу трудно понять. Об этом свидетельствуют любые неудобства. Если это трудно для вас, для будущих программистов это окажется еще труднее. Они по достоинству оценят ваши дополнительные усилия по улучшению кода. Если вы разгадываете код, а не читаете его, он слишком сложен. Если он сложен, он неверен. Сделайте его проще. Если вы хотите воспользоваться всеми преимуществами предупреждающих знаков, программируйте так, чтобы создать собственные предупреждения. Это полезно потому, что, даже если вам известны предупреждающие знаки, их, на удивление, легко упустить из виду. Гленфорд Майерс исследовал исправление дефектов и обнаружил, что самой частой причиной плохого обнаружения ошибок была простая невнимательность. Ошибки были видны в результатах тестов, но программисты их не замечали. Программируйте так, чтобы ошибки было трудно не заметить. Примером этого может служить установка указателей в NULL после их освобождения, чтобы их ошибочное использование вызывало безобразные проблемы. Освобожденный указатель даже после освобождения может указывать на корректную область памяти. Установка указателя в NULL гарантирует, что он будет указывать на некорректный адрес, благодаря чему ошибку будет сложнее не заметить. Предупреждение компилятора является буквальными предупреждающими знаками, которые часто упускают из виду. Если ваша программа генерирует предупреждения или ошибки, устраните их. Невелика вероятность того, что вы заметите тонкие предупреждающие знаки, если вы игнорируете те, которые прямо написаны. Предупреждение или ворнинг. Почему внимание к интеллектуальным предупреждающим знакам особенно важно при разработке программного обеспечения? Качество мышления, воплощаемое в программе, во многом определяет качество самой программы. Поэтому внимание к предупреждениям о качестве мышления напрямую влияет на итоговый продукт. Итерируйте, итерируйте и итерируйте. Итерация полезна на многих этапах разработки ПО. При разработке первоначальной спецификации системы вы составляете с заказчиком несколько версий требований, пока не достигнете согласия. Это итеративный процесс. Гибкий процесс разработки, предусматривающий создание и постановку системы по частям, тоже итеративен. Прототипирование, имеющее целью быструю и дешевую разработку предварительных вариантов решений, это еще одна форма итерации. Итеративная выработка требований, наверное, не менее важна, чем любой другой аспект процесса разработки ПО. Проекты завершаются неудачей, потому что разработчики приступают к решению проблемы, не изучив альтернативных вариантов. Итерация позволяет лучше узнать систему, перед ее созданием. Оценки сроков при первоначальном планировании проекта могут сильно различаться в зависимости от используемой методики оценки. Итеративный подход делает более точную оценку, чем единственная методика. Проектирование ПО – это процесс эвристический, и, как все эвристические процессы, допускает итеративные ревизии и улучшения. Правильность ПО обычно проверяется, а не доказывается, а значит, оно тестируется и разрабатывается итеративно, пока на все вопросы не будут получены правильные ответы. И высокоуровневые, и низкоуровневые попытки проектирования следует повторять. Первая попытка может привести к работоспособному решению, но едва ли оно окажется наилучшим. Неоднократное применение разных подходов позволяет узнать о проблеме много такого, что ускользает при использовании единственного подхода. Идея итерации снова вступает в игру при оптимизации кода. Как только ПО доведено до работоспособного состояния, вы можете переписать небольшие фрагменты кода и добиться значительного повышения общей производительности системы. Однако, многие попытки оптимизации ухудшают, а не улучшают код. Это не интуитивный процесс. И некоторые методики, которые будто должны сделать систему более компактной и быстрой, на самом деле увеличивают ее и замедляют. Неопределенность результатов любого вида оптимизации заставляет пробовать один вид, оценивать быстродействие и пробовать другой. Если от устранения узкого места зависит достижение нужной производительности, вы можете оптимизировать код несколько раз и более поздние попытки могут оказаться успешнее первой. Весь процесс разработки охвачен обзорами, что встраивает итерацию в любой этап, на котором они проводятся. Цель обзора – это проверка качества работы, выполненной на данный момент. Если система не проходит обзора, она возвращается на переработку. Если обзор проходит успешно, дальнейшая итерация не нужна. Говорят, инженерное дело – это умение сделать за 10 центов то, что любой может сделать за доллар. Итерация на более поздних этапах – это трата двух долларов на то, что любой может сделать за один. Фред Брукс советует планировать выбросить один вариант программы, потому что это придется сделать в любом случае. Хитрость разработки программного обеспечения в том, чтобы создавать выбрасываемые части как можно быстрее и дешевле. Это и есть суть итерации на ранних этапах разработки. И да, отделена будет религия от разработки программного обеспечения. Религия проявляется в разработке ПО по-разному. Как догматичное следование единственной методики проектирования, как непоколебимая убежденность в превосходстве отдельного стиля форматирования или комментирования, или как рьяный отказ от глобальных данных. Как бы то ни было, это всегда неуместно. Увы, догматиками бывают и некоторые из наиболее уважаемых людей в нашей отрасли. Конечно, инновационные методики нужно разглашать, чтобы их могли попробовать практикующие разработчики. До того, как эффективность методик можно будет полностью доказать или опровергнуть, их нужно испытать. Распространение результатов исследований на практикующих специалистов называется передачей технологий и играет важную роль в совершенствовании способов разработки ПО. Однако распространение новой методологии нужно отличать от продажи чудодейственного средства от всех болезней программирования. Передача технологий – это совсем не то, чем занимаются торговцы догматичными методологиями, пытающимися убедить вас в том, что их высокотехнологичная новинка решит все проблемы всех программистов во вселенной. Забудьте обо всем, что вы изучили, потому что эта великолепная новая методика повысит производительность вашего труда в два раза во всех областях. Вместо чрезмерного увлечения модными штучками используйте смесь методик, экспериментируйте с интересными новыми методиками, но делайте ставку на старые и надежные. Эклектизм. Слепая вера в одну методику подавляет возможности выбора, нужную для обнаружения наиболее эффективных решений проблем. Будь разработка ПО детерминированным алгоритмическим процессом, вы могли бы следовать жесткой методологии. Однако разработка ПО – не детерминированный, а эвристический процесс, а значит жесткие подходы редко приводят к успеху. Например, при проектировании иногда хорошо работает нисходящая декомпозиция, но иногда лучшим вариантом будет объектно-ориентированный подход, восходящая композиция или подход, основанный на структурах данных. Вы должны быть готовы к испытанию нескольких подходов, зная, что некоторые окажутся неэффективными, а какие-то приведут к успеху, но не зная заранее, какие из них какие. Вам следует быть эклектичным. Приверженность одной методики вредна и тем, что она заставляет подгонять проблему под решение. Выбирая методику решения до полного понимания проблемы, вы слишком спешите. Чрезмерное ограничение набора возможностей решений может исключить из области видимости наиболее эффективное решение. Любая новая методология поначалу вызывает дискомфорт и совет избегать религии программирования не подразумевает, что от новой методики следует отказаться при возникновении небольшой проблемы. Пересмотрите новую методику, но не забывайте пересматривать и старые методики. С позиции эклектизма полезно подходить и к методикам, описанным в этой книге, и к методикам, рассматриваемыми в других источниках. Некоторые подходы, представленные мной, имеют улучшенные альтернативы, и вы не можете использовать их одновременно. Вы должны выбрать для конкретной проблемы один или другой подход. Рассматривайте методики как инструменты и выбирайте наиболее подходящую для работы. В большинстве случаев выбор инструмента не играет особой роли. Вы можете использовать торцовый ключ, плоскогубцы или разводной ключ. Однако иногда выбор очень важен, поэтому вам следует всегда делать выбор со всей тщательностью. Разработка предполагает нахождение компромисса между конкурирующими методиками. Вы не сможете достичь компромисса, если преждевременно ограничите выбор единственным инструментом. Метафора инструментария полезна, потому что она делает абстрактную идею эклектизма конкретной. Если бы вы строили дом, и ваш приятель, Симпл Саймон, всегда работал только плоскогубцами, отказываясь от торцового или разводного ключей, вы, вероятно, подумали бы, что он ведет себя странно, потому что не использует все инструменты, имеющиеся в его распоряжении. То же верно и при разработке ПО. На высоком уровне у вас есть альтернативные методики проектирования. На более детальном уровне вы можете выбрать для представления конкретных сущностей, сущностей один из нескольких типов данных. На еще более детальном уровне вы можете выбирать схемы форматирования и комментирования кода, именование переменных, определение интерфейсов классов и передача параметров в методы. Догматизм конфликтует с эклектичным подходом инструментов к конструированию. Она несовместима с психологической установкой, необходимой для создания высококачественных программ. Экспериментирование. Эклектизм тесно связан с экспериментированием. Вам нужно экспериментировать на всем протяжении процесса разработки. Но непреклонность подавляет этот импульс. Чтобы экспериментирование было эффективным, вы должны охотно изменять свои убеждения на основе результатов экспериментов. Иначе экспериментирование становится пустой тратой времени. Многие негибкие подходы к разработке ПО основаны на страхе допустить ошибку. Но нет ошибки серьезнее, чем глобальное стремление избежать ошибок. Проектирование. Это процесс тщательного планирования мелких ошибок с целью предотвращения крупных. Экспериментирование при разработке ПО позволяет узнать, эффективен ли тот или иной подход. Сам эксперимент является успехом, если он решает проблему. Экспериментирование уместно на стольких же уровнях, что и эклектизм. На каждом уровне, предоставляющем возможности эклектического выбора, вы, вероятно, можете провести соответствующий эксперимент для определения оптимального подхода. На уровне разработки архитектуры эксперимент может заключаться в проектировании архитектуры ПО с использованием трех разных подходов. На уровне детального проектирования эксперимент может состоять из детализации высокоуровневой архитектуры с использованием разных подходов к низкоуровневому проектированию. На уровне языка программирования Экспериментом может быть написание небольшой экспериментальной программы для изучения плохо знакомых вам аспектов языка. Эксперимент может заключаться в оптимизации фрагмента кода и оценке того, действительно ли он стал меньше или быстрее. На уровне общего процесса разработки ПО эксперимент может заключаться в сборе данных о качестве и производительности труда, отвечающих на вопрос, действительно ли инспекции позволяют обнаружить больше ошибок, чем анализ кода. Суть сказанного в том, что вы должны быть восприимчивы ко всем аспектам разработки ПО. Вы должны разобраться и в используемом процессе разработки, и в создаваемой системе. Непревзятое экспериментирование и религиозное исследование предопределенному подходу исключают друг друга. Ну и вот конец главы и у нас ключевые моменты. Итак, главная цель программирования это управление сложностью. Процесс программирования оказывает большое влияние на итоговый продукт. Групповое программирование является в большей степени общение с другими людьми, а не с компьютером. Индивидуальное программирование это в первую очередь общение с собой, а не с компьютером. При неадекватном использовании конвенция программирования может оказаться лекарством, причиняющим больше вреда, чем болезнь. При грамотном конвенция добавляет ценную структуру в среду разработки, помогает управлять сложностью и облегчает общение. Программирование в терминах проблемы, а не решение помогает управлять сложностью. Внимание к интеллектуальным предупреждающим знакам, вроде сомнения, особенно важно в программировании, потому что программирование почти исключительно умственная деятельность. Чем больше внимания итераций вы уделяете на конкретном этапе разработки, тем лучше будет результат этого этапа. Догматичные методологии и разработка высококачественного ПО исключают друг друга. Заполняйте свой интеллектуальный инструментарий альтернативными подходами к программированию и улучшайте навык выбора инструмента, лучше всего подходящего для работы. Ну и на этом книга окончилась. Жаль, конечно же, что я не начинал, ну начинал ее чтение совсем в другом формате, чем в том, на котором мы закончили. Было бы гораздо полезнее, я думаю, и интереснее, потому что первоначальный формат был без примеров кода, чтение было как попало и все такое. Ну, не было возможности монтирования, не было, сейчас это есть. Поэтому следующая книга, конечно же, будет. Я уже примерно вижу, какая книга будет, она довольно-таки интересная. Вот, поэтому, поэтому подписывайтесь, делитесь этим видео, комментируйте и все такое. Всем спасибо за внимание, всем пока.